Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня это видео будет посвящено Белоруссии, выборам президента и тому, что происходит после выборов. В первую очередь я хотела бы поздравить белорусский народ, Белоруссию, с мудрым решением и выбором в президенты Александра Григорьевича Лукашенко. Поздравляю от всей души! Проголосовав за Александра Григорьевича Лукашенко, вы проголосовали и за свой суверенитет, и за истинные свободы. Потому что это именно Лукашенко не сделал страну заложницей кредитов МВФ. Это именно Лукашенко не сделал страну заложницей инструкции ВОЗ. Это он не остановил экономику в Белоруссии. Это он не упрятал вас по квартирам. Это он не надел на вас намордники. Не это ли истинная свобода? Сохраняя основные предприятия в государственной собственности, Лукашенко тем самым обеспечивает социальные льготы, социальные гарантии, бесплатное образование, бесплатная медицина, жилье многодетным семьям. А это немало. Те люди, кто сегодня голосуют за свободы, кто видит свое будущее на Западе, вы забудьте о социальных льготах, которые вы имеете в Белоруссии. Вы знаете, что любые виллы, о которых вы мечтаете, любые автомобили, любые кружевные трусы, все это будет в кредит. Все это будет в большой кредит, которым вы будете расплачиваться до конца своих дней. И, может быть, вместо виллы в Сан-Франциско, окажетесь бомжом в Сан-Франциско. В Белоруссии в последние дни, как вы знаете, сбоит интернет. Когда он есть, выходят мои подписчики из Белоруссии и пишут мне, что происходит. Так вот, одна из подписчиц написала мне, что на протесты выходят жители достаточно богатых районов, жители, которые работают в услугах, в IT-секторе, которые имеют зарплату не одну тысячу долларов. И по меркам Белоруссии живут гораздо лучше, чем основная масса населения. Так вот, именно эти люди сегодня выходят на протест. И именно эти люди сегодня готовы разрушить страну, готовы сдать свой суверенитет непонятно за что. Кем они себя возомнили? Честными людьми? А в чем их честность? В том, что они не приемлют результаты выборов, которые не соотносятся с их собственными представлениями? Но это разве честность? На основании чего они заявляют, что Тихановская победила выборы? На основании каких опросов? На основании каких бюллетеней? Они сегодня поливают Лукашенко грязью? За что? За то, что не позволил разграбить страну? За то, что единственный среди бывших республик провел парад 9 мая? И за то, что помнит, сохранил память о Великой Отечественной войне? Только представитель офисного планктона может реально верить в то, что рабочие белорусских предприятий, в то, что крестьяне белорусских агрохолдингов будут голосовать за Тихановскую. Что может предложить Тихановская? Другие честные выборы? Да что вы говорите? Вы кого себе хотите избрать? Тех, кто сегодня лоббирует интересы Газпрома? Тех, кто хочет превратить вашу страну в колонию? В придаток? Вы хотите потерять свои рабочие места? Вы хотите вместо молока жрать пальмовое масло? Или, может быть, вам по душе польские паны? Вы, наверное, уже не знаете, не изучали историю, как ваши предки потрачили на поляков. Вы сегодня хотите им в услужение уйти? Эй, вы протестующие, чего вы хотите? Кем вы себя возомнили? Элитариями? Чего вы достойны? Кружевных трусов? И кто, наверное, недостойный? Сегодня мы видим, что Белоруссия находится в информационной блокаде. По сути, Белоруссия сегодня – это Брестская крепость. Трансляцию ведут исключительно либеральные СМИ. Именно либеральным блогерам наша российская граница дала добро на въезд в Белоруссию. А вот блогерам и журналистам патриотического, про белорусского толка – дорога закрыта. Сегодня и Навальный Лаев, и Варламов, и Романов, который успел прилететь из Хабаровска и уже вчера вещал из Минска. Все эти люди работают, в том числе и на российскую аудиторию. И уже я сегодня сижу, открываю Facebook, и наша либеральная молодежь кричит о диктаторе Лукашенко и готова уже здесь свои трусы отдать, кружевные, только бы снести диктатора Лукашенко. Понятно, что заморочили молодежи мозги. Не случайно Лукашенко в своей предвыборном обращении к народу обратился к родителям, поэтически обратился. Следите за тем, где ваши дети, чем ваши дети заняты, какие мысли сегодня вы в голову вложены. И после выборов опять сказал родителям – следите за своими детьми. Кто-то сегодня выдумывает, что Лукашенко сбежал. Так могут думать трусливые мрази, которые судят по себе, которые себе не могут представить, что есть на свете президенты, готовые умереть за свою страну. Вот Лукашенко, он такой, он редкий экземпляр. У него могут быть недостатки, у него есть недостатки. Но это человек, который готов умереть за свою страну. И это было очень отчетливо видно в той же его предвыборной речи к народу. Он положил всю жизнь на то, чтобы сохранить Беларусь. На то, чтобы она была чистой, красивой. На то, чтобы там молодые женились, рожали детей. Чтобы жили на земле. Но все это сегодня не ценится. Сегодня другие ценности у молодежи. Которые выходят протестовать. И которые поддерживают этих протестующих здесь в России. Я обращаюсь к протестующим в Хабаровске. Когда вы солидаризируетесь с протестующими в Беларуси, вы кого поддерживаете? Олигархов Газпрома? Или может быть олигархы Дерибаску, который мечтает за копейки купить массы белорусские? Вы кого сегодня поддерживаете? В моем недавнем интервью с экспертом Республиканского общественного объединения Беларусь, Петром Петровским, мы четко проговорили. Белорусские власти ожидали провокации на избирательных участках. И те очереди, которые вы видели, это именно провокации. Они были хорошо организованы и хорошо продуманы. Сегодня всеми провокационными мерами, которые мы видим, руководят не только из Польши, не только из Запада, но и с Россией поддерживают. И это очень жаль. Лукашенко выиграл. Первым его поздравил товарищ Си. Лидер одной из самых мощных стран сегодня, Китайской Народной Республики. К сожалению, наш президент оказался вторым. Сегодня интересы российского народа, не российского олигархата, не российских властей, а именно российского народа, напрямую связаны с интересами белорусского народа. И восстановление нашей страны начнется с Белоруссии. Поэтому мы сегодня обязаны поддержать белорусов, белорусский народ и его президента Александра Григорьевича Лукашенко. И я призываю все левопатриотические силы России оказать эту поддержку. Канал Сталинград, канал Левый фронт, канал Спец, все каналы НПСР и много других левых и патриотических каналах. Мы для чего эти каналы создавали? В том числе для того, чтобы противостоять либералам. Сегодня их аудитории собирают миллионы. Мы должны объединиться и показать альтернативную точку зрения. И показать, что мы в своей борьбе подходим ответственно. Что мы не каждый протест поддерживаем. Что мы понимаем, что такое государственность. И с кем, и за что нужно выходить, и когда. А кого ни в коем случае нельзя поддерживать. Потому что поддерживая, вы разрушаете страну и теряете свой суверенитет. Обращаюсь к вам, дорогие подписчики. Я знаю, что среди вас очень много людей, которые искренне молятся сегодня за Белоруссию. Искренне переживают за белорусский народ. Переживают, чтобы с ними не случилось то, что случилось с братской нам Украиной. Чтобы не разорили, не разворовали эту страну. Как мы можем помочь? Очень просто. Мы можем распространять все видео, которые мы находим. Всю любую информацию альтернативную, которую мы находим в интернете. Мы можем распространить это видео. Переводите, кто умеет. Я знаю, многие из вас владеют английскими, другими европейскими языками. Переводите, заливайте на свои каналы. Распространите видео с альтернативной точки зрения. Пусть весь мир, пусть Россия, пусть люди во всем мире знают, что есть и другая точка зрения, не только либеральная. И другой взгляд на выборы. Мы видим, что МВД сегодня справляется с этим Майданом. Но противостоят Лукашенко сегодня хорошо организованные и натренированные силы. И это мы тоже должны понимать. И еще. Сегодня вот эта ситуация, она еще один водораздел. Кто действительно левый блогер? А кто так прикидывается? Те, кто смотрит меня из Беларуси, хотели бы прислать свои видео. Мой адрес указан на канале. Пишите, пишите о своей ситуации. Я обещаю, что на своем канале я буду выкладывать все новости, которые получаю от белорусов.